А вот садоводы Южного Казахстана экспортируют за рубеж фрукты. Местный предприниматель Булатбек Нажмеддин-Ула начал поставлять отечественные продукты в Россию. В хозяйстве не только выращивают яблоки, но и наладили глубокую переработку. В планах, конечно же, экспорт фруктовых соков в Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Глава хозяйства этим утром с нами на прямой связи прямо из Шимкента. Доброе утро! Булатбек Нажмеддин-Ула и хотел, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. И первый вопрос у нас такой. Вот ваше предприятие является успешным экспортером фруктов за рубеж. Расскажите, как казахстанскому бизнесу покорить иностранных потребителей и насколько трудно или, может быть, легко дается продвижение и реализация нашего отечественного сельхозпродукта за рубеж? Доброе утро! Ну, сказать так, что легко или тяжело, ну, нельзя прямо вот сказать. Здесь очень много факторов, которые необходимо преодолеть. Это необходимо изойти в бюрократии в страны, где можно экспортировать. Там нас очень не ждут. Есть там традиционные поставщики, которые тоже поставляют. Мы можем только брать качественным товаром. Есть кустовые предпочтения, есть объемы, есть сортировка, есть калибровка. И, конечно, они смотрят еще на упаковку. Поэтому, кроме как производства наших продукций, необходимо еще отслеживание его до этих стран. Ну, в том числе и в Россию. Сейчас нами предпринимается очень много работ и правительством, особенно Министерством Сельскохозяйства, чтобы пробивать дорогу, для нас открывать. И совместными усилиями у нас очень хорошо получается. Сейчас, если мы еще перешли на переработку, переработный товар, 100% натуральный, наш товар считается лучшим. Поэтому считаем, что мы востребованы нашу продукцию. Мы, думаем, очень хорошо будем реализовывать в те страны, которые мы намечаем. На сегодняшний день у нас ведется переговоры с арабскими странами и с Китаем. Вот, кратце. Вот мы знаем, что в вашем хозяйстве применяют самые современные научные разработки. Расскажите, что конкретно вы внедрили из инноваций в агросектор и какой результат они дали? Повлияли ли они на качество продукции? Ну, когда мы в 2013 году сажали сад, мы уже знали, что это будет интенсивный сад. Необходимо было уже довести до него капельное рашение. Необходимо было отслеживать само состояние постоянное. Техническое сопровождение. Это мы в год, в три раза приезжают у нас агрономы с Европы, которые отслеживают, которые смотрят, которые нам дают консультацию, как себя вести с растениями, с деревьями. И у нас применены самые последние разработки. Почему? Потому что нам необходимо донести его до нужных объемов и сохранить его. Поэтому на им применяется, ну, как говорят, цифровизация. Вот здесь у нас, считайте, что наш сад – это цифрованный сад. У нас даже есть своя структура, где отработана даже метеостанция, которая дает влажность воздуха, скорость ветра. Вот. И поэтому вот от этого зависит еще полив. Вот. Без необходимой около инфраструктуры мы не можем его сохранить. Поэтому мы создали очень такое хранилище, которое позволяет долго хранить в тех же вкусовых и тех же качествах, которые мы его положили. Ну, это называется регулируемая газовая среда. Мы создали вот этот склад, хранилище, которое обеспечено очень последними инновационными решениями. Мы для себя решили, что это будут технологии итальянские. Они поставили такую технологию, где они сами отслеживают нам и помогают нам, и мы сами обслуживаем его. И мы следим за качеством товара там же, в хранилище. То есть оттуда выкачивается необходимое количество кислорода, углекислый газ, закачивается обратно азот, и мы в конце получаем тот же продукт, который мы положили первый день. Поэтому вот это самая главная позиция, это качество. Потом мы решили вопрос по сортировке, по калибровке. Вот, даже у нас есть калибровочная система, которая определяет даже цвет, и мы его откалибруем. Потом мы решили еще упаковочное оборудование. То есть мы решили сразу же упаковывать и отвозить. Для этого необходимо мы создали транспортную компанию. Рядом же закупились специальными транспортными средствами, которые могут довозить до пункта назначения в режиме, в режиме. И до потребителей. Спасибо, спасибо. Остается только позавидовать вашей работе и вашему фермерскому, так сказать, хозяйству, и вашим инновациям в производстве. С нами из Шимкента на связи был предприниматель Боладберг Наджмединула. Боладберг Наджмединула.